МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кандидатура одобрена, проблемы обозначены. В Махачкале прошла сессия Народного собрания Дагестана. Какие вопросы обсудили депутаты? Смотрите через несколько минут. В числе первых гуманитарная помощь от благотворительного фонда Инсан на неделе прибыла в Ростов. Груз сопровождали корреспонденты ННТ. Чтим и помним. Военно-патриотический парад, посвященный Дню защитника Отечества, прошел на центральной площади Каспийска. Сохранить корни и традиции. В республике прошла неделя родного языка. В эфире итоговый выпуск новости Дагестан. О событиях недели расскажут мои коллеги и я, Зухра Алиева. Здравствуйте. На минувшей неделе все новостные ленты федеральных и многих других региональных СМИ занимала тема Украины. Своё отношение к этим событиям выразила глава Дагестана Сергей Меликов, который сделал заявление по этому поводу. Верховному главу командующим было принято решение о проведении специальной военной операции. Я подчеркиваю, как военный человек. Не военной операции, а специальной военной операции. Знаете, в чём слово специальное? Оно скрывает это слово то, что при проведении военной операции учитывается некая специфика. Специфика не наносить удары по критически важным объектам жизнеобеспечения, не наносить удары по массовому размещению гражданского населения, не наносить удары по тем объектам, которые могут повлиять на инфраструктуру населённых пунктов, в результате которых, опять же, пострадают гражданские лица. В этом и героизм наших солдат и офицеров, потому что они не за спинами гражданского населения прячутся, а они за свои спины отводят тех гражданских людей, которых они пытаются спасти и защитить. Наверное, это не все понимают сегодня. Со временем это поймут люди. Более ста тысяч беженцев из Донецка и Луганской областей сейчас находятся в Ростовской области. Об этом сообщают федеральные СМИ. В первый же день признания России независимости двух республик, гуманитарная помощь из Дагестана уже была доставлена в лагерь беженцев. Груз сопровождал наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Махачкала, Ростов-на-Дону. Около тысячи километров дорог и 15 часов в пути. Три гружённые фуры с гуманитарной помощью доехали до места назначения без проблем. Дагестанскую колонну встретили десятки людей. Среди них как местные чиновники, так и студенты-добровольцы. Готовы оказать помощь в разгрузке и сортировке гуманитарного груза. В моём понимании, вы практически первый из регионов, кто быстро мобилизовался и успел довезти. Мужики в основном там остались, они мобилизованы. В основном пришли семьи с детьми, семей там много многодетных. Там сейчас на ПВРах, правда, там детские сады впору разворачивать. И поэтому вообще спасибо огромное за то, что приехали. Когда я увидел, что вот машины, которые 05-я серия, которые начали заезжать, я понял, что это наши, настоящие, близкие наши друзья. Республика Дагестан заехал сюда. Три фуры огромных, дружеские, настоящие. Настоящий гостеприимный дагестанский народ. Вот, обнимаю их, я очень люблю. Гуманитарную помощь на месте уже ждала спецтехника. Общий вес груза – более 50 тонн. Более 30 тонн продуктов питания выгрузили в единый центр приёма гуманитарной помощи в Ростове-на-Дону. Уже отсюда их распределят среди беженцев Донецкой и Луганской области. Помимо этого, для беженцев дагестанцы привезли более 20 тонн бутылированной воды и 3000 комплектов взрослой и детской одежды. На самом деле, мы даже не объявляли большого сбора о том, что мы планируем провести такое мероприятие. Нам хватило буквально за несколько часов обзвонить наших попечителей, меценатов, которые всегда нас поддерживают в такие трудные минуты в проведении таких акций, которые понимают, насколько это важно и необходимо быть рядом, оказывать помощь в трудные минуты людям. И за счёт наших спонсоров и меценатов мы смогли организоваться за сутки, собрать и приехать в Ростовскую область. И хочу сказать, что нас и сопровождали весь путь Дагестана до Ростовской области, сопровождали те же меценаты, были сначала по завершению этого мероприятия с нами вместе. Подобные благотворительные акции по мере возможности будут продолжены, подчеркнули в фонде «Инсан». Также отметим, что муфтия Дагестана в первые же дни после сообщения о прибытии беженцев в страну призвал жителей республики при необходимости оказать помощь и приютить у себя жителей ДНР и ЛНР. Сами переселенцы надеются, что после принятия России независимости двух областей они в скором времени смогут вернуться на родину. Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Абдулмуслима Абдулмуслимова на пост премьер-министра региона. На прошедшей сессии Народного собрания кандидат обозначил главные проблемы, которые необходимо решить. За него единогласно проголосовали 80 депутатов. Подробности в сюжете Карима Даниева. Никаких неожиданностей не произошло, за исключением сбоя в работе электроники. В процессе голосования подвела техника, зато не подвели депутаты и старый проверенный способ тайного голосования с помощью бюллетеней. Итог. Все 80 депутатов различных фракций Дагестанского парламента единогласно поддержали кандидатуру, предложенную главой региона, на должность председателя правительства. С сегодняшнего дня у дагестанского Кабмина новый премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов. Я все время люблю заканчивать свои выступления словами Климента Аркадьевича Тимрязова. Я ваш и всегда с вами. Спасибо. Спасибо. Успехов вам на этом ответственном посту. Абдулмуслимов пока в республиканском Кабмине единственный человек без приставки в Рио. Ему и формировать в ближайшее время команду для реализации обозначенных задач. Подробно о них премьер рассказал депутатам в своем программном выступлении еще до голосования. Главные приоритеты все те же. Перспективные направления развития республики от сельского хозяйства и до туризма. Искренне признательным всем фракциям, с которыми накануне у меня состоялась очень плодотворная беседа, были подняты весьма значимые и актуальны для нашей республики вопросы. Это и социальная сфера, и инфраструктура, и промышленность, инвестиционная деятельность, сельское хозяйство, туризм, земельные отношения. Республика Дагестан имеет огромный потенциал развития и за последние годы сделано немало. Предстоит еще немало сделать. Поэтому программа развития Дагестана будет построена в первую очередь на базе пяти основных целей развития Российской Федерации до 30-го года, утвержденных указом президента Российской Федерации. Это в первую очередь здоровье и благополучие людей. Второе – возможности для самореализации и развития талантов. Третье – это комфортная и безопасная среда для жизни. Четвертое – достойный эффективный труд и успешное предпринимательство. Пятое – это цифровая трансформация. Но не все выглядело так формально. Депутаты внимательно выслушали будущего премьера и даже задали несколько вопросов. Впрочем, докладчик к ответам был готов. Стало понятно – новый премьер, что называется «в теме» – от реализации нацпроектов до проблем земель отгонного животноводства. По тем вопросам, о которых вы сейчас озвучили, к ним надо подходить очень точечно и скрупулезно. Руководство Республики Дагестан и раньше, и теперь делает все возможное, чтобы облегчить и улучшить условия жизни тех жителей, которые проживают на прикутанных землях. Но в связи с тем, что они имеют особый статус, эти земли, там развернуть широкое строительство и так далее мы не имеем права. В настоящее время, по поручению Сергея Алимыча, в правительстве создана рабочая группа. Это не вопрос одного дня. Рабочая группа работает. Да, там должны быть изменения внесены. Но я еще раз подчеркиваю, этот закон имеет отдельный статус. В продолжении своей работы депутаты обсудили еще ряд вопросов в запланированной повестке. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Об минувшую пятницу Сергей Меликов провел совещание с руководителями органов исполнительной власти Республики. Все подробности мероприятия в материале наших корреспондентов. После того, как в начале недели стало известно имя нового председателя правительства Республики, все были в ожидании структурных изменений и в самом правительстве. Глава региона Сергей Меликов сразу же по приезду из Москвы решил это дело не откладывать и собрал в зале заседания Народного собрания лидеров депутатских фракций, всех в РИО министров и руководителей органов исполнительной власти. И сразу объяснил, для чего. Я могу сказать, что сегодня мы завершаем формирование правительства. И при принятии решений, безусловно, учитывались конструктивные предложения, поступившие не только от федеральных органов исполнительной власти, но и от членов правительства Республики. Оценивались результаты работы правительства за минувший год, итоги деятельности правительства за минувший год. И результаты деятельности на посту тех или иных должностных лиц по каждому направлению. Жизнь идёт вперёд, она очерчивает новые рубежи, она определяет новые задачи, и с этими задачами та структура, которая у нас была до сегодняшнего дня, к сожалению, не всегда справляется. Должен сказать, что в этом отношении мы касались не только правительственного блока, но и блока администрации, главы и правительства Республики Дагестан. И в этом отношении мной были упразднены крупные управления правительства, которые, на мой взгляд, не всегда эффективно работали и выполняли свои задачи. На базе этих крупных управлений созданы самостоятельные отделы, которые имеют более чёткую задачу по реализации сфер деятельности, которые ответственны за оперативное взаимодействие профильных органов исполнительной власти с курирующими вице-премьерами. В обновлённой структуре Кабмина региона будет ни много, ни мало, а восемь заместителей председателя правительства. Двое из них будут в статусе первых вице-премьеров. Это бывший глава Минэка Руслан Альеев, который будет курировать финансово-экономический блок, плюс НАСПроекты, и Манвел Мажонц, за которым закреплена энергетика, строительная отрасль и ЖКХ. По мнению Сергея Меликова, это позволит улучшить контроль и координацию всей работы. Мною определено восемь заместителей. Это не увеличение количества должностей приоритетных, это распределение этих должностей, которые на самом деле будут реализовывать те задачи, которые, на мой взгляд, сегодня для Дагестана являются главными и приоритетными. У нас сегодня столько проблем, что, наверное, вот это количество заместителей председателя правительства оптимально. Ниже остановлюсь. Почему? Два первых заместителя. Один из которых будет курировать финансово-экономический блок. Но не просто финансово-экономический блок. Это огромный блок задач. Это финансово-экономический блок, реализация национальных проектов, контроль за инвестиционными программами, развитие малого и среднего предпринимательства и различные вопросы, которые сопутствуют в этом направлении. Почему первый? Потому что в этом отношении он должен иметь приоритет, в том числе для проведения различного рода мероприятий, связанных не просто с взаимодействием, с другими вице-премьерами, а с наличием у него приоритетных прав на те или иные решения, которые в том числе согласованы будут с федеральными органами исполнительной власти. Появились и новые лица. Так, одним из заместителей премьера стал Резван Газимагомедов, в зоне ответственности которого промышленность, транспорт и дорожное хозяйство. Кстати, в дорожном хозяйстве тоже изменения. Новым министром транспорта стал Джамбулат Салавов, экс-глава Хасавирутовского района. Бывшего главу ведомства Ширухана Гаджимурадова проводили с почестями. За заслуги перед Республикой Дагестан достигнутые трудовые успехи награждается медалью за вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан Гаджимурадов Ширухану Маханович, временно исполняющий обязанности Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан. И 44 года работы отрасли, 78-го года. Ни в одну другую отрасль не уходил, все время на транспорте. Ну, может быть, я не был самый лучший, так сказать, руководитель, но я думаю, что самым худшим тоже не был я. Это в середине, наверное. Вот. И хотел бы поблагодарить всех моих коллег и министров, вновь назначенных, и депутатов Народного собрания, Народное собрание, которое нас всегда поддерживало. Вот. Удачи пожелать. И я вот считаю, что тот кандидат, который вот сегодня, ну, министр будет возглавлять Министерство транспорта и дорожного хозяйства, это очень достойный человек. На самом деле я готов ему, ну, уже, как говорится, на общественных началах, будет личный водолаз, буду помогать. Спасибо. Еще одно новое лицо в правительстве – это Юрий Гамзатов, который сменил Тамерлана Буганова на посту министра цифрового развития региона. Изменения также коснулись еще двух ведомств. Сменились руководители Минтруда и Минприроды республики. На эти должности назначены Абдурахман Махмудов и Ибрагим Ибрагимов соответственно. Остальные члены правительства сохранили свои позиции. И, как объяснил Сергей Меликов, в ходе пресс-подхода к представителям республиканских СМИ изменения коснулись именно тех ведомств, от работы которых зависит благосостояние Дагестана и его жителей. Были усилены те направления, от которых зависит улучшение благосостояния нашего Дагестана. В целом и каждого дагестанца. Мы же с вами уже не первый раз говорим даже в этом пуле о том, что у нас свет не горит, у нас газа нет, у нас воды нет, у нас с экологией проблемы. Поэтому, в первую очередь, с учетом оценки того состояния республики, которое мне удалось сделать за прошлый год, были усилены именно эти направления. И сформированы сегодня в правительстве те структуры, которые позволяли бы во взаимодействии с федеральными органами и исполнительной власти, эти направления реализовывали. Например, я понимаю, что как бы здесь языком, это одно, а в практике, да, мы сегодня защищаем инфраструктурный кредит. Десять с половиной миллиардов мы должны получить от федерального центра в ближайшее время. Для чего? Для того, чтобы провести водовод. Черкей, Махачкала, Каспийск и при определенных условиях дальше, из Бирбаши, может быть, до Дербенка. Это же важно для нас. Его нет сегодня. У нас нет сегодня воды. И люди об этом говорят, и люди от этого страдают. И если мы это сделаем, значит, мы, наверное, каким-то образом, в том числе удовлетворим и чаяния людей, и создадим условия для дальнейшего развития тех территорий, по которым этот водовод пройдет. Но для того, чтобы вот эти десять с половиной миллиардов рублей были доведены до той задачи, которую мы определили, чего раньше в Дагестане не было, не буду комментировать, мы под него создаем определенную структуру, которая именно за это будет отвечать. Равно, как и по другим направлениям. Например, вы все знаете, что у нас огромные проблемы существуют с земельным имущественным комплексом в Дагестане. Ну, я сейчас об этом говорил, может быть, вы уже зафиксировали, но это же абсурд. Имея 600 километров морского побережья, не имеет на морском побережье достаточного количества детских оздоровительных лагерей. Это же нонсенс. Это же абсурд. Я не знаю, что это преступление, или это негодяйство какое-то, да. Когда те лагеря детские, оздоровительные, вы, может быть, сами могли бы в них когда-то там побыть, но не побыли, вместо того, чтобы их дать детям, их кто-то отчекрыжил под себя. Мы хотим это вернуть. Но для этого нужна структура, которая будет этим заниматься. И поэтому мы сегодня создаем или повышаем статус человека, который этим будет заниматься, да, уровень вице-примера, что дает ему возможность работать в том числе с федеральными органами, не исключая и правоохранительный блок. Давайте забирать. То, что принадлежит дагестанцам, давайте забирать. И возвращать дагестанцам. Может быть, я пафосно сказал, это за один день не сделаешь, и за два не сделаешь. Может быть, даже и за год не сделаешь. Но это надо делать, иначе как дальше? Могут быть, конечно, ошибки какие-то. И в структуре могут быть ошибки, и в кадровом руководстве могут быть ошибки. Я не говорю о том, понимаете, человека, я по своему опыту говорю, можно правильно оценить только тогда, когда он работает в этой должности. Не тогда, когда ты ему предложил, изучил его биографию. У кого-то получается, у кого-то не получается. Это не говорит о том, что он плохой. Но кто-то справляется с этим объемом задач, а кто-то не справляется. Поэтому это тоже метод проб и ошибок. Но вот эти вот истории, знаете, с племянниками, с дядями, с тетями, я не знаю, с кем-то еще, они в прошлом. Министерство печати и информации будет реорганизовано в отдельное агентство и, возможно, войдет в единую структуру управления информационной политикой при администрации главы и правительства. Сергей Меликов анонсировал грядущие перемены, обозначив их как необходимость в оптимизации и эффективности работы республиканских СМИ в целом. Кадровые перестановки коснулись Агипа. Так, Нюссер Амаров перейдет в народное собрание. Он назначен полномочным представителем главы республики в парламенте Дагестана. Еще одно назначение, вернее, повышение руководителями имущества Зауре Аминов, теперь еще и вице-премьер при Кабмине. Арсен Набиев, Хамзанур Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В среду в России отметили День защитника Отечества. Торжественная церемония возложения цветов прошла в парке имени Ленинского комсомола. Мероприятие посетили учащиеся школы и студенты, представители правоохранительных органов и общественных организаций. Родные мои, я от души хочу поднять, как говорится, свой боевой дух, когда я вижу ваши молодые лица. Вы есть наследники наших старших, отцов, дедов, которые на сегодняшний день дали нам все. От начала и до конца. И дай Всевышний, чтобы мы никогда не забывали свою историю. Спасибо, что есть вы такие продолжатели. Дай Всевышний, чтобы вы жили и помогали народу. Живите долго. И чтобы, не дай Всевышний, чтобы вы когда-либо, пока мы живы, старшее поколение, мы не дадим вам беспокоиться и не дадим, чтобы вы слышали грохот взрывов и выстрелов. Сегодня мы, юнормейцы, поздравляем всех защитников нашей Родины, мужчин, в первую очередь, с Днем Защитника Отечества. Желаем всем мирного неба над головой и чтобы все было хорошо. Я уже шесть лет юнормии. Мы активно посещаем спортивные мероприятия, патриотические акции и в случае чего мы сможем защитить свою Родину. А в Каспийске на Центральной площади ко Дню Защитника Отечества прошел военно-патриотический парад. Здесь собрались сотни горожан, учащихся школ, СУЗов и воспитанников патриотических отрядов и официальных лиц. Поздравляю вас с государственным праздником Российской Федерации День Защитника Отечества. Наша страна самая крупная страна в мире. С запада на восток свыше 10 тысяч километров, с севера на юг свыше 4 тысяч километров. И все границы, в которых находится наша Россия, Российская Федерация, находятся под защитой вооруженных сил Российской Федерации. Всех, кто проходит, кто проходил военную службу, в сапогах, как у нас говорят, да, в сапогах, сейчас уже в другой обуви, кто знает запах пота на учениях, на полигонах, поздравляю с этим праздником, поздравляю ветеранов, кто сегодня находится здесь, кто смотрит нас и по телевидению, всем средствам массовой информации. Большое спасибо, что уделяете нашим праздникам и нашему городу столько внимания. Поздравляю всех, желаю здоровья, всего самого хорошего, лучшего. И, конечно же, мы должны всегда помнить тот мозг, кто с мечом к нам придет, тот от этого меча и погибнет. Мы миролюбивые, но пять земли своей не отдадим. Всех с праздником ветеранов, горожан, будущее нашей детишки. Всем здоровья и успехов. Спасибо большое. Каспичане могли присоединиться к мастер-классу по сборке и разбору автомата. И, кроме того, на площади была организована военно-полевая кухня, где всех присутствующих угощали солдатской кашей. На этой неделе также отметили Международный день родного языка, для Дагестана, который богат культурным наследием, эта дата очень значима. В Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова прошло мероприятие, приуроченное этому днем. И главная цель которого – защитить языковое и культурное многообразие региона. Дагестанские поэты и писатели призывали сохранить родную речь, приобщать молодежь к чтению национальных книг. Пока будет жив поэт, язык, конечно, будет жить. Но сильнее поэта, сильнее слово поэта – это будущее поколение. Потому, я думаю, что то, что мы передаем, всю святость отношения к родному языку, к своей культуре, к своим традициям, это у нас должен принять будущее поколение и достойно нести до конца. Ко дню родного языка в историческом парке «Россия» «Моя история» показали мультфильмы от киностудии «Джигит ТВ» на аварском, лаксском и лезгинском языках. Подробнее о проекте, который поможет воспитать подрастающие поколения в духе преданности своим корням и культуре, расскажет Ларьяна Шамхалаева. Жила была царевна, отважный джигит и профессор Почемучкин. Яркие картины, по словам организаторов, выбраны не случайно. Руководитель проекта однажды решил перевести любимые мультики для собственных детей. Но идея понравилась и тем, кто случайно увидел дубляж. И вот идея со временем переросла в нечто масштабное. Идея проекта возникла пару лет назад, исключительно в личных целях. Руководитель проекта «Эмран Гусинов» создавал для своих детей, чтобы они знали родной язык. Далее это подхватили друзья, родственники, коллеги. Им уже это понравилось и стали создавать дубляж на других языках. Мы поняли, что за этим проектом есть будущее. Решили масштабировать данный проект и создать приложение, чтобы создать такую площадку, на котором будут собраны национальные языки не только нашей республики, но и всей России, малых народов нашей страны, чтобы дети с малых лет понимали, знали, изучали родной язык. Маленькие зрители были в сопровождении родителей и педагогов, и те, и другие отметили, что восприятие родного языка в такой форме куда приятнее обычных уроков. Мне кажется, это отличная идея отзвучивать мультики именно на национальных языках, что дети хотя бы так будут знать, понимать, может, начнут учить свои родные языки, потому что семьи в основном сейчас интернациональные, и дети в семье мало слышат родную речь, а мультики – это хорошая, мне кажется, практика будет. Я считаю, что нужно побольше таких мультиков, и не только мультиков, можно в наших фильмах ставить. Почему? Потому что детям легче будет изучать родные языки, чтобы деткам было интересно, чтобы у них была мотивация, чтобы у них было стремление какое-то к изучению родных языков, чтобы мы не потеряли свои родные языки. Дети действительно были удивлены, что известные мультипликационные герои вдруг заговорили на языках народов Дагестана. Понять удавалось не все, но пожелания по расширению контента они все же выразили. Я не понимаю, научить буду. Я хотел другие мультики на родном языке. Лига Ниндяга, Человек-паук. Вот отважный джигит, который вот это против Аждахы, он похож на нашего, Даргинского анагола. Мне вот это понравилось. Я хоть не понимаю лезгинский, я понимаю Даргинский. Я понял несколько слов. Я хочу, чтобы на мой Даргинский перевели тоже такой мультик. И я хочу, чтобы один мультик еще один перевели. Этот мультик называется «Спущий чудо-машинки». Посмотреть мультики на родных языках можно, не выходя из дома. Необходимо только скачать приложение, доступное в Google Play и App Store на свой телефон. Мы сегодня уже релизуем наше приложение. Это MVP-продукт, который мы сегодня представили всей публике. В этом приложении основным функционалом является то, что можно просматривать мультфильмы на родных языках. На данный момент есть уже три языка, но мы постоянно их дополняем. Также в мультфильмы мы добавили возможность сказок, то есть слушать сказки можно на национальных языках. Дальше в дальнейшем планируем дорабатывать приложение. Будет также разное шоу, мероприятие и так далее. В ближайших планах киностудии Джигит ТВ озвучивание сказок на даргинском, кумыкском, азербайджанском и чеченском языках, а также создание онлайн-уроков на родных языках. Лариана Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. И о спорте. Махачкала и Хасаверт поделили золото поровну. В Каспийске завершился чемпионат Дагестана по вольной борьбе. Турнир открыл публике новые имена. Также свой уровень подтвердили и опытные спортсмены. Об итогах трехдневных батарей на коврах Алиевского дворца спорта расскажет Курбан Рагимов. Ровно год вне пьедестала. Для Хасам Хусейна Бадрудинова этот чемпионат республики послужил хорошей проверкой сил. После череды травм экс-чемпион мира среди молодежи смог вернуться на победную тропу. Причем сделал это Хасавертовец уверенно и хладнокровно. Настрой был выиграть в любом случае. Вчера чуть-чуть такой маленький. Это получился у меня? Да, травму получил. Тренера тоже говорили, давай снимешься, не будешь углублять, но у мамы было сегодня день рождения, я хотел хоть какой-нибудь подарок сделать. Потому что никогда я не выиграл чемпионат взрослый Дагестана. Все время в финале то травма, то что-то еще. И сегодня решил до конца хоть травма есть, доборолся. Но, альхамдулля, сегодня выиграл. Публика в Каспийске насладилась не только яркой борьбой опытных мастеров, но и открыла для себя новые имена. Турнир пропускали борцы, входящие в состав сборной России. Они в эти дни готовятся к чемпионату Европы. На ковер Олимпского дворца спорта вышли порядка 250 вольников из разных уголков Дагестана. В отсутствие лидеров сборной Дагестана шанс отличиться получили молодые вольники. Юниоры сполна воспользовались этой возможностью. Дойдя до финалов большинства весовых категорий. В отсутствие лидеров есть на кого посмотреть. Хорошие, прям такие интересные схватки были. Молодые ребята себя проявляют. Есть даже, которые вот только в юниоры перешли. Они здесь борются. Ну, свои силы попробовать. Сегодня большое удовольствие получил. Сегодня так все расписано, что лидеры не могут здесь участвовать, потому что вот сейчас они уже к чемпионату Европы готовятся. В Сочи на сборах. И такой необходимости у них нет. Они уже как бы застолбили за собой место для участия чемпионата России. Именно эта атака стала ключевой в схватке махачкалинца Магомед Расула Ослоева и Мохмада Насырхаева из Хасавюрта. Вольник из столичной школы имени Садулаева уступал с минимальным преимуществом, но в концовке нашел в себе силы для финального штурма. Победный почин своего одноклубника поддержал Ахмед Тажудинов. 18-летний ученик Шамиля Амарова стал открытием этих соревнований. Всех троих соперников, включая по финалу, полутяжеловес положил на лопатки. Так в команде Садулаева закаляется новый танк. Ослоеву Тажудинову и многим другим юниорам, ярко проявившим себя в Каспийске, уже через три недели предстоит вновь бороться на этих коврах. Главная крытая арена республики примет молодежное первенство страны – отбор на крупные международные соревнования. Если в первый медальный день вперед вышли вольники Хасавюрта, завоевавшие три золота из пяти, то в заключительный день этот результат повторили столичные борцы. В итоге у лучших борцовских школ республики по пять золотых медалей. По результатам чемпионата Дагестана тренеры сформируют сборную для участия в зональных соревнованиях. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Такой насыщенной была эта неделя. Всего доброго и до встречи.